Приветствую, присаживайся, давай без лишних слов просто начнем наш сегодняшний рассказ. Давай представим, что профессор совершенно с конкретной целью делал именно сказку на основе некого материала, неважно откуда взявшегося. Сказочность этих текстов определяется двумя очень яркими параметрами. Один характеризует среду, а второй логику поступков персонажей. Сделать сказку очень просто. Достаточно убрать из реальной картины повседневную логику, заменив ее на функционал по волшебству. И вот перед нами уже сказочный мир. И начнем мы нашу реконструкцию, как оно было на самом деле с первого. Множество разрозненных социумов и народностей на протяжении времени, которое можно считать историческим, живут так, словно они друг о друге ничего не знают. И у них напрочь отсутствуют мотивы коммуникации с определенными соседями. А так, извините, но не бывает. Например, вот у нас Хобитания. Аграрная маленькая страна фермеров, занятых производством продуктов питания. И напрочь не сформировавшая никаких институтов управления. Предположение о том, что экономика Хобитании была организована исключительно на бартерном обмене, не выдерживает критики. Мы напомним, что профессор проговорился в сцене встречи Хобитов в трактире Горцу и Щепони. За свое пиво Хобиты платили деньгами. Да и давняя история с рейдерским набегом гномов и отжима золота у несчастного дракона тоже косвенно свидетельствует о том, что средства универсального товара обмена в Средиземье знали. Итак, если в одной стране ходят деньги, то автоматически мы уже имеем полную карту взаимодействия с другими социумами, включающую в себя и обменные курсы и, главное, наличие кредитных институтов. Господи, да, мы говорим про Средиземье. Куда Хобиты девали излишки продуктов питания? Поговорим об этом чуть позже. А собственно, что скрыл от нас профессор, показывая нам быт и уклад Хобитании? Мы помним, что Хобиты любили пиво. Там, где пиво, там неизбежно встает вопрос о способе его хранения. Представить, что какой-нибудь Бильбо не задался однажды вопросом, а как ему сохранить сваренное пиво после сбора урожая и не варить его каждый чертов раз? Невозможно. Миром правит лень и мотивация сокращения собственных трудозатрат. Следовательно, у нас неизбежно должна была появиться пастеризация. А там, где пастеризуют пиво, там же и молоко, которое уже можно сделать товаром на продажу. Кто у нас ближайший потенциальный потребитель молока? Да, Гондор. Лошадиное молоко это здорово, но оно есть не всегда. В том смысле, что период лактации у кобыл зависит от беременности. А Гондор страна воинов, а не фермеров. Так что с очень высокой степенью вероятности мы имеем торговлю Хобитании с Гондором. А там, где торговля, там банки. Логистические компании, предоставляющие услуги перевозки и склады хранения и перевалки грузов. Для того, чтобы сварить пиво, нужны ячмень, вода, хмель и топливо. И вот нас ждет очередной сюрприз. Народ гномов любил пиво. Ничуть не меньше, чем Хоббиты. Но парни вкалывают под горой. Где им взять ячмень и главное топливо? Только купить или поменять у Хоббитов. А чем заняты гномы под горой? Как мы помним, это цивилизация металлургов, оружейников и ювелиров. Там, где куется металл, там каменный уголь. А потом и кокс. А кокс очень нужен Хоббитании. Поскольку переводить лес на древесный уголь, это никаких лесных массивов не напасешься. Гномы, вкалывающие под горой. Им неизбежно понадобятся системы откачки грунтовых вод и фильтрации воздуха. Неужели народ, который строит свою экономику целиком на подземном производстве, и от этого зависит его жизнь, не создал систем водооткачки. По-моему, здесь мы уже имеем полный стимпанк, о котором умолчал профессор. Финансировать за гномье золото разработку парового двигателя такое не придет в голову только самому ленивому. А теперь вспомним первое появление Гэндальфа в Шире. Старый философ привез с собой что? Правильно, фейерверк. То есть, что такое порох Гэндальф знал. И делать его умел. Итого, у нас гарантированно есть кокс, пастеризация продуктов питания, металлургия и порох. А теперь вспомним, что средиемья прошло через уйму войн. Там, где войны, там горы изуродованных людей с отрубленными конечностями и еще больше потерь от заражения крови из сепсиса. Поверить, что эльфийская лесная магия не нашла себе применения в изготовлении перевязочных материалов и антисептиков просто невозможно. Также, как невозможно представить, что издревле воюющий народ старшей крови, контактирующий с представителями не столь живучих видов класса человек и гном, не разработал технологию разворачивания полевых госпиталей попросту нереально. Учитывая, что люди и эльфы были союзниками. А теперь поговорим о взаимодействии видов. Мы имеем густонаселенную территорию, на разных локациях, которые обитают разные виды с разным укладом жизни. И при этом прекрасно помнящие прежние войны. Когда-то у них уже был опыт взаимодействия с целью самоорганизации и защиты от так называемой империи зла. И этот опыт, как мы помним, обошелся разным расам очень и очень дорого. Эльфов едва не истребили под корень, гномы лишились своих родовых домов, людей крошили в капусту орки Мордора. Не говоря уже о том, что из-за потерь прервалась правящая династия Гондора. И после такого холокоста все расы вдруг взяли и забыли пережитый апокалипсис. Да ладно, а что это за бродяжник, который вдруг сам по себе, как вольный казачок, шастает по приграничью в поисках гадов? Разве это не косвенное свидетельство существования родов войск типа спецназа? И как мог Гэндальф и старейшины эльфов просто так взять и отпустить Мордор после разгрома на все четыре стороны, не создав комплексной системы безопасности? Тут понадобятся госрезервы, наполняемые их обитанием. Тут и понадобятся летучие госпитали эльфов. Тут же и оборонный заказ гномам на производство доспехов и оружия. А учитывая сообразительность мага, владеющего технологией изготовления пороха, предположить, что не задался бы экспериментами по созданию пусть и не нарезного, но вполне себе огнестрельного оружия. Можно лишь с большим трудом. И уж совершенно невероятно, что, извините за вульгарность, спецназовец-бродяжник или король эльфов Элорент согласились бы сложить все бесценные яйца в корзину двух задохликов. Отправка диверсионной группы из двух хоббитов не могла осуществиться без операции прикрытия. Вместе с ними в Мордор вышли еще как минимум три группы хоббитов. Причем контрразведка эльфов наверняка очень постаралась, чтобы об этих группах смертников узнало все Средиземье. И тогда битва при Изенгарде представляется нам уже совершенно другой. С пушками и бомбардами, с запасом продовольствия, с плановыми диверсионными вылазками в тыл врага, с паровыми повозками и стенобитными орудиями. И последующая Потсдамская конференция по разделению сфер влияния между расами-победителями. Наверняка не ограничилась бы утверждением новой династии Гондора и исходом эльфов. Вот такой вот вроде как и сумбур, но я надеюсь тебе было интересно. А если это так, то не забудь поставить лайк и обязательно заходить почаще в гости в нашу таверну. Спасибо за внимание мой друг и до встречи!